За что пьём? Кто последний тост произнесёт? Давай ты, хозяюшка. Ты у нас весь вечер говорил, ты и будешь томадой. Давай, Витя, ждём. Просим. Ладно, уговорили. Потому, да посему. Опа! Давно это было. На самой вершине, самой высокой горы жил один джигит. И звали его Игорь. Это папа его так назвал в честь Олимпийских игр. Когда он женился, у него долго не было детей. Целых девять месяцев. Наконец родился малчик. Всем хорош был малчик. Только рожей не вышел. Поэтому его так и назвали. Стирожа. Однажды отец подозвал к себе Сирожу и сказал, Стирожа, после чего осушил бочонок кинзмараули. Сегодня тебе исполняется девяносто девять лет. А значит, малыш, а значит, малыш, ты наконец-то тоже можешь жениться. Потому, что у тебя закончился период полового созревания. И Стирожа тут же подскакал к своей возлюбленной девяносто девятилетней молодухе. Долго он скакал. Вот уже с неба месяц упал и отжался. Он скакал. Его девочку звали Кика. Это папа назвал ее так в честь Кикабидзе. Когда они встретились, молодой джигит предложил ей оптам руку и сердце. Ну и так далее. Наконец, Кика проскрепела. Стирожа, говорят, женщины бывают либо умные, либо красивые. Как ты думаешь, кито я? Стирожа, посмотрел на Кику и сказал, Кика, извини, но ты умная. Даже очень умная Кика. И Кика сказала, правильно, потому что я прочитала все книги на свете. Я выйду за тебя замуж, если ты сделаешь то же самое. А потом я задам тебе всего один вопрос. иди, готовься. За свои девяносто девять лет Стирожа осылил только одну книгу. Раскрась сам. Но тем не менее, он выполнил просьбу Кики, вернулся и сказал, готова ли ты испытать меня, девочка? Тогда девочка. Осуществила два бочонка кинзмараули, нежно икнула и сказала, я готова. Вот тебе мой вопрос, а то слухай ссуды. Вот эту книгу я прочитала от корки до корки, но так и не поняла, где тот, про которого написано на обложке, а на обложке написано Гиде Мапасан. Ну и Гиде Серожа думал всю жизнь и еще девяносто девять лет, но так я не понял, Гиде этот армянин Мапасан. Так выпьем же за то, чтобы на коварный женский вопрос, дорогой, кого ты любишь больше, умных или красивых, мы бы всегда отвечали, дорогая, не умных и не красивых, то есть тебя. Ваша дорогая, а поиск, вошь,